добрый вечер напишите пожалуйста слышно мне или нет алло добрый вечер меня слышно спасибо спасибо большое скажите мне пожалуйста поставьте вернее поставьте мне пожалуйста циферку 1 кто вчера делал калаш давайте так вот у нас сколько 20 компьютеров давайте циферку 1 кто вчера делал калаш циферку 1 ага алена начала я сделала марина скорохода молодец все вера блажина у нас нет вера блажина тоже сделала калаш ну ладно я хочу вам сказать что когда я узнала о том как делается калаш это было было давно было давным-давно это было наверное может быть года да у веры классный калашах было это наверно года два назад и мне все время как-то хотелось но не хватало может знаний хватало может какой-то как вы знаете я всегда говорю мне нужно немножечко вот какой-то все равно пинок какой-то от спонсора да и благодаря алене благодаря сергею васильевым на нашей группе в удвоении нам было поручено дано было задание сделать калаш и прежде чем вообще я такой человек мне надо если что-то делать то надо делать правильно надо сначала надо разобраться в этом поэтому я начала штудировать и вот с того времени когда нам было дано задание это было наверно около нового года вот в течение алло слышно теперь лена марина не слышно слышно теперь слышно девочки что-то меня куда-то выкинула теперь вижу что вроде должно быть слышно да слышно все хорошо спасибо лен большое за фотографию вот посмотрите пожалуйста хочу сказать да слышно мне меня было или не слышно благодаря алене благодаря сергею я все-таки добилась результата я все-таки сделала свой калаш я конечно прошу прощения я может быть какая-то суеверная сентиментальная да и не могу похвастаться тем что я сделала вот пойдет год сделаю я следующий свой калаш и этот я тогда вам обязательно обязательно покажу а сегодня я с вами хочу поделиться тем как я его делала какие бывают ошибки какие что важно знать при во время того когда ты делаешь да марина расскажу все картинки распечатывала да все расскажу кое-что вырезала из наших журналов кое-что распечатала на наш журнал все равно маловато информации вот посмотрите пожалуйста вы видите да что вот всего всего секторов нас 9 да вот и чтобы подготовить вот это вам надо купить ватман да но это может быть большой ватман такой как обычно может быть половины вот я вам рекомендую половины потому что очень очень удобно может быть даже формат а4 вот некоторые делают даже совсем совсем малюсенькие но для малой очень фотографии получается то есть получается очень куца то есть рекомендую половину вот большого ватмана половиночку там а3 по моему называется наверно вот то есть половинку ватмана как раз туда очень хорошо все умещается небольшой немаленький получается мы покупаем с вами цветную бумагу и заклеиваем да соответственно то есть вы себе распечатываете либо в интернете открываете либо вайбере то что мы отправляли и смотрите цвета то есть цвет лиловый красный ты 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 и так далее значит по цветам да вот это все я купила цветную бумагу я это все заклеила вы можете купить både цветную бумагу либо раскрасть это тусاع карандашами да потому что такие то есть не очень хорошо быстренько просто вот эти сектора самоглавных ровненько хорошо разделить да на 9 секторов и все это хорошо дао 3 клава все это а отклад�� раскрасят все приготовить себе приготовить клей, приготовить ножницы и карандаши обязательно приготовьте деньги настоящий день могут быть муляжи денег. Потом я буду говорить тоже какие еще ошибки. Если вы покупаете муляжи денег, то обязательно надо, вот знаете, там бывает написано банк приколов, либо, ну, что такое наверху, то есть обозначающее, что это не настоящая денежка. Вот это надо обязательно отрезать. То есть если вы будете на сектор богатства, тоже буду ниже говорить про него, на сектор богатства клеить вот эти вот денежки для банк приколов, то есть не настоящие деньги, их можно клеить. Но вы должны вот это слово банк приколов, либо там что-то вот такое, либо там что-то сувенирная продукция бывает написано. То есть вот это вот место должны отрезать, либо замазать, чтобы этого было не видно. Вот. А также можно, значит, приготовить вам... Обязательно фотографию приготовим, да. Обязательно приготовить, потом тоже расскажу, для чего такие вот маленькие-маленькие наклеечки. Вот. Как делать? Делать мы с вами обязательно должны либо в новолунии, либо в полнолунии. То есть, когда я начала свой рассказ, я не зря спросила, сколько человек сделала. Сделала только 3 человека, да, или 4, по-моему, всего лишь коллажи. Да, 4 человека сделали. Остальное хочу сказать, обратить ваше внимание, что коллаж должен быть доделан в течение 3 дней. То есть, за 3 дня вы должны свой коллаж доделать. Иначе все, у вас получается, что энергия все этого коллажа, она уже устрачивается. То есть, вот Алина писала, что она не доделала, да. То есть, сегодня и завтра, она еще имеет право, силой будет коллаж вот этот, он не потеряет силу. То есть, она может в течение 3 дней вот этот коллаж доделать. Самое главное, начать его делать либо в новолунии, либо в полнолунии. У меня для вас очень хорошая новость. Если кто сегодня, вчера, вернее, не сделал свой коллаж, то вы можете, у вас еще остался один, последний, единственный шанс в этом году. Да, у нас было шансов много. Последний шанс в этом году сделать коллаж, научиться сделать коллаж 16 февраля. 16 февраля у нас будет новолуния. Это последний день, когда вы сможете его сделать. Вот. Хочу вам сказать, коллаж должен делаться либо в одиночестве, да, как я уже писала об этом, то есть, либо в одиночестве, либо с очень-очень близким человеком, которому вы доверяете. Это может быть мама, это может быть дочка, это может быть подружка. Очень часто у нас было, ну, бывало, я слышала так, что в командах практикуется, и вот мы разговаривали об этом с Мариной Савельевой, что она говорит, мы собираемся, ну, не Савельева Сиренка, она говорит, мы собираемся делать коллаж все вместе, всей командой. Я говорю, Марина, ты можешь рассказать, ты можешь показать, как это, ты можешь сказать навыки, вы можете подготовить коллаж, да, но именно делать вы должны не все вместе. Не должны друг за другом никто смотреть. Вы должны это делать у себя дома. Вы должны это делать в семейном кругу. Мы все, с семьей тоже, да, то есть вы должны, как я уже сказала, выбрать специально на себе человека, либо это вообще должны быть в одиночестве. И когда вы его сделаете, вы должны им полюбоваться, вы должны его порассмотреть, вы должны его положить на подоконник. Вот я вчера его положила на подоконник, он обижал буквально несколько минуток. Вообще, по идее, он должен находиться на подоконнике, когда его сделали первую ночь, всю ночь. Но я посмотрела, что ему не было видно, то есть облака все закрыли, поэтому я, в принципе, не положила. И самое главное, важно знать, когда вы его делаете, вы не должны хандрить. У вас должно быть очень-очень хорошее настроение. То есть вы должны, когда вы его делаете, вы должны видеть себя в этом коллаже. У вас должно быть море энергии, такое, вы знаете, которое, как говорят, прет. Вот вас должны переть от этого. То есть вы смотрите, и вот вам кажется, что да, вот это я, вот это я для себя, вот это так будет, это вот так будет. Вы прямо должны погрузиться в него, погрузиться в калаш и представить то, что на самом деле вот это с вами все происходит. Можно для того, чтобы было хорошее настроение, если вы любите сладкое, что-нибудь сладкое положить, допустим, да, какое-то печенюшки, может, какие-то, может быть, ну, что там, шоколадки, да, может, мороженое съесть в серединке, да, в промежутке, когда вы делаете этот калаш. Вот, и можно, я, правда, этого не делала, но очень многие делают, вы знаете, что шерстяные ниточки, да, они дают очень хорошую энергию, вот, и можно приготовить специальные шерстяные ниточки, и когда вы делаете калаш, например, поделали-поделали что-нибудь, да, взяли маленькую ниточку, завязали узелочек, и когда завязываете узелочек, например, говорите, я счастлива, я богата, я любима, да, допустим, два-три вот таких узелочка, можете в каждый сектор, то есть это не возбраняется. Можете один, можете два сделать вот таких вот узелочек из шерстяных ниточек с вашим вот таком вот шепотком, да, с вашим наговором таким, и тоже хоп, раз, вот, это самое в тот сектор, вот, который вы наговорили, допустим, да, допустим, я богатся, и сектор богатся в вот эту красную ниточку, шерстяную именно ниточку, вы должны ее раз и клеем, хоп, приклеить немножечко. Вот, то есть можно вот так вот делать. Можно, значит, как я уже сказала, брать маляже денег, да, только не забывайте отрезать вот этот банк приколов, да. Вообще, если вам очень-очень важен сектор, для вас самый главный сектор богатства, деньги можно наклеить прямо целиком на весь сектор, ну, то есть полностью его проклеить сверху, а потом сверху вы уже будете клеить картинки. То есть сначала вы его заклеиваете вот этими банками, как належами вот этими денег. Также можно взять, если у вас есть какие-то монетки старые, либо монетки юбилейные, либо монетки из других стран привезенные, тоже их можно на этот сектор богатства, допустим, одну-две вот так вот монеточки тоже можно оформить, да, то есть можно тоже вот в этот вот сектор богатства тоже их приклеить. Вот, и также можно, если у вас есть доллар, особенно, который вы привезли, ну, например, свозили в какую-нибудь страну за границу, не истратили, либо вы его там обменяли, но тоже не потратили, да, то есть он получил энергию загранки. Вот этот доллар тоже можно приклеить либо в сектор богатства, либо вообще его разрезать на маленькие кусочки по всему, по всему, по всем секторам, вот как бы, 9 секторов, например, по 9 кусочков, да, 9 кусочков на каждый сектор. Раз-раз-раз-раз-раз-раз уже на цвет, то есть вы цвета уже наклеили, да, мы говорим уже на сами цвета наклеиваем, вот, если для вас самый главный сектор богатства, то есть вы начинаете калаш с него делать, да, и на каждый сектор вы наклеиваете вот такую вот маленькую бумажечку, да, кусочек, да, 9 часть от вашего доллара. Ну, доллар, понятно, что не именно доллар, да, может, это может быть 100 евро, это может быть 100 долларов, да, то есть смотря какая у вас бумажка есть, но это не зависит, ну, как бы, не будет влиять на то, сколько вы будете получать. Самое главное, что можете даже просто 1 доллар разрезать. Вот, и еще вам рекомендую, очень многие пишут именно на коллаже, да, вот, допустим, какие-то свои маленькие пожелания, я вам рекомендую брать мне, написать мне на коллаже, а брать маленькие наклеечки, я брала, есть наклейки просто специально наклеиваются, да, разноцветные такие, есть наклеечки, которые, знаете, как ценники, такие вот они большие, да, то есть это понятно, что слово цена мы отрезаем, да, и внутри пишем вот свои желания, то есть каждый сектор можно положить пожелания, можно приклеить пожелания, то есть сектор богатства, например, я имею доход, ну, все знают, как правильно ставить цели, как правильно формулировать наши желания, да, и мы с вами пишем, значит, я имею доход такой-то, такой-то и приклеиваем к сектору богатства, это уже когда вы наклеили свои фотографии, свои картинки, об этом ниже будем говорить. Точно так же сектор слава, любовь и другой-другой-другой, вот, еще хочется сказать, что пустых секторов не должно быть, если даже вам, например, ну, не важно путешествия, либо не важно вам творчество и дети, да, то есть, ну, все нормально, как бы, да, либо вы молодой человек, который не хочет еще детей, да, то есть секторов пустых не должно быть, обязательно сектора все должны быть заполнены, ну, там дальше немножко об этом тоже поговорю, вот, и начиная всегда, с того сектора приклеивать, вы приготовить можете все заранее, все картинки вырезать заранее, разложить по секторам тоже можете заранее, а приклеивать надо с того сектора, который для вас актуален, вот, и ближе к себе приклеивать то, что для вас самое-самое важное, то есть, картинки вы представляете, да, будут где-то ближе к вашей фотографии, в центре находится где-то немножечко подальше, и приклеивать будем то, что самое важное, то, что для вас более актуально, скажем, да, на сегодняшний день, на этот год, будем приклеивать ближе к вашему фото. Вот, и еще тоже хочу сказать, когда вы уже заканчиваете, да, свой калаш, надо, ну, в любом месте где-нибудь, можно под вашим фото, можно немножко повыше, можно в бочку где-нибудь, очень рекомендуется написать надпись, или написать маленькое какое-нибудь желание, которое вы сразу сможете исполнить. Допустим, я вчера писала у себя внизу, я съедаю мандарин и пошла съела мандарин. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы запустить уже исполнение желаний. Наше одно желание, которое мы написали, оно уже исполнилось. То есть мы сразу же идем, сразу же съедаем мандарин. Можно конфету съесть, можно, не знаю, сделать зарядку, можно еще что-то, да. То есть вот это мы запускаем, исполнение наших желаний. То есть вот маленькое-маленькое желание записывайте, и сразу его исполняется для того, чтобы запустить. Вот, и хочу еще тоже вас предостеречь. Обязательно калаш должен находиться в укромном месте. Он не должен быть где-то в зале, там, на кухне еще, он обязательно должен быть в спальне. Если к вам приходят много гостей, то обязательно надо его либо убирать, либо вообще, очень хороший вариант, повесить, либо положить его в шифонер, но только ничем не накрывать. То есть когда вы открываете шифонер, допустим, да, висят у вас платья, и внизу у вас место есть, да, тут даже там плед, например, лежит. То есть мы положили туда этот калаш, и когда вы открываете, вы его видите. То есть он не обязательно должен быть, что вот заходит каждый член семьи, либо какой-то гость, да, который у вас это видит. Вот. И хочу тоже сразу предостеречь вас об ошибках, которые могут быть. Не должно быть, вот в секторе богатства ни в коем случае не должно быть летящих денег. То есть, знаете, очень много картинок, так девушка стоит, руки вверх, и деньги летят. Вот они будут летать возле вас. Не должно быть летящих денег, они будут улетать. Деньги должны быть в купюрах, купюры, да, должны быть, например, сложенные, то есть либо стопочки, либо просто положенные, разложенные, так вот веером, да, такие вот бывают картинки. То есть картиночки, кое-какие я вырезала из журналов, кое-какие картинки я специально заказывала. У меня было заказано 35 фотографий. Да, на какой-то фотографии была целая, да, фотография, на какой-то было 3, на какой-то 2, на какой-то 4, ну, как бы вот картиночки, да, То есть, я вырезала потом они разного размера, то есть, маленькие и большие. Еще тоже хочется сказать об одной ошибке. Ни в коем случае не мелклейте на сектора незнакомых людей. То есть, если, например, любовь и брак, допустим, возьмем, и вы приклеиваете туда, например, какую-нибудь любовную пару. Вы желаете ведь любовь и брак себе, правильно? Поэтому то, что нужно клеить туда, тоже я скажу немножечко пониже. Либо, например, дети, то есть, вы не клеите туда чужих детей. Вы должны сюда своих наклеить детей. Кому нужны дети, тоже скажу немножечко пониже. Все фото тоже это ошибка. Все фото должны быть без острых углов. Если кто-то сделал уже с острыми углами, обрежьте. Аккуратненько, да, обрежьте аккуратненько, чтобы все фотографии, все картинки должны быть круглые. Острых углов не должно быть. Я, на всякий случай, даже обрезала углы у самого коллажа, то есть, самого ватмана, чтобы он был кругленький, да. Он такой сразу кругленький, красивенький. Вот буквально капельку-капельку, да. Вот эти самые бочки, их кончики мы обрезаем с вами. Вот острых углов не должно быть. Вот. И хочу вам сказать, когда вы будете клеить вот эти вот свои записульки, да, свои пожелания, не должны никогда употреблять слово имею в отношениях и в деньгах. То есть, если вы написали, например, я имею доход, например, да, то есть, вы должны писать не имею доход, а, например, я, мой доход составляет, да, либо в отношениях. То есть, я имею партнера, либо я имею мужа, да, то есть, вот именно это слово имею, его надо исключать и избегать. Так, дальше. Если мы имеем в виду машину, да, то есть, допустим, машина, то есть, вы пишете, не, я, очень много, бывает людей, что пишут, я езжу, вы можете ездить. Самое главное, вы должны владеть ей. То есть, вы пишете, я владею такой-то, такой-то машиной, да. И переходим с вами к самому интересному, так как надо делать калаш. То есть, вы берете свою, вот в серединке ваше фото, оно должно быть самое-самое красивое, да. В серединке вы его наклеиваете. Самое главное, вы там должны очень-очень себе нравиться. И это должна быть обязательно глянцевая картинка. Остальные картинки на ваше усмотрение я сделала все глянцевые. Вот, но ваша фотография должна быть обязательно очень красивая, очень радостная, такая, какая вы себе нравитесь. Если нравитесь вы себе, допустим, в 2015 году, вот ту фотографию наклейте. А не вчерашнюю, не полугодовую давности, да, наклейте ту, которая вам нравится. Там, где вы счастливы, там, где вы улыбаетесь, может быть, там, где вы смеетесь, там, где вы, допустим, с друзьями смеетесь. Но, предостерегаю вас, в серединке должны быть вы одна. То есть, если вы хотите, вы можете себя просто вырезать крупным планом, да, в серединке свое фото наклеивать. Никого больше, ни друзей, ни родных, ни знакомых, ни папы, ни мамы, ни дочки, ни брата, ни свата, ни мужа не должно быть. В серединке должно быть только ваше фото. И начинаем с вами с самого первого сектора. Это сектор богатства. Этот цвет должен быть зеленый, либо лиловый. Я почему-то, ну, вообще, вот здесь указано лиловый. Я приготовила тоже лиловый, но потом поменяла на зеленый. Мне показалось почему-то, что он больше подходит к слову богатства, к сектору богатства. И хочу обратить внимание, что цвет синие тоже зеленый, но он немножко должен отличаться. Одинаковый нельзя клеить. Да, то есть зеленый, там, допустим, немножко салатовый такой. Это тоже зеленый, это оттенок зеленого. Да, то есть немножечко просто, чтобы разные были оттенки, чтобы были разные. Можно синие немножко посветлее сделать, а богатство немножко потемнее, более такой, не настоящий такой зеленый, поездренее. Вот. Я уже сказала, что именно вот в этом секторе, в секторе богатства мы наклеиваем по всему сектору вот эти вот, да, денежки, которые мы обрезаем, да, вот ненужные слова. Либо юбилейные монеты из других стран, можно доллары, но самое главное, чтобы они у нас не летели. Дальше, слава, карьера. Это красный цвет. Ой, простите, не карьера, слава, это красный цвет. Слава и карьера разные. Сюда что можно наклеивать? Сюда можно наклеивать кубки, сюда можно наклеивать машины, сюда можно наклеивать собрания, можно наклеить микрофон, то есть это ваша слава. Сюда можно наклеить фейерверки. Некоторые не знают, что туда клеить, кроме ковровой дорожки. Да что угодно. Пожалуйста, можете шубу, можете кольца. Мы получаем от спонсоров кольца. Это же наша слава. Правильно. Мы можем туда кольца, можем шубы, можем лесницу успеху, можем ковровые дорожки, фейерверки. Вот что угодно. То, что вас... Вы смотрите и видите, что вы на пике славы. Это мы вот в этот красный сектор клеим. Дальше, следующий сектор, это любовь. Это розовый, цвет розовый. Сюда вы должны наклеить такие картинки, какие вы хотите, отношения у себя. Хочу вас тоже предостричь. Эта ошибка здесь не должна быть чужого человека. Поняли, да? То есть, если вы, например, хотите, чтобы у вас был драк, то есть вы еще не замужем, да? Сюда клеим голубей. Сюда клеим кольца. Сюда клеим парные картинки. То есть, если вам надо пару, да? Сюда можно наклеить кошечек. Сюда можно наклеить солнышко. Если у вас уже есть муж, и вы хотите хороших отношений с мужем, мы сюда можем клеить камин, можем клеить подушки. Подушки самые красивые выберите. Может быть много-много ряб самых разных подушек. То есть, можно не одну даже, можно несколько подушек наклеить, допустим, да? Тех картиночек. Можно наклеить клубнику. Можно наклеить полину. Можно наклеить мишек. То есть, все, что говорит о добрых, мягких, ласковых отношениях. То есть, если немножечко не доделан, наклейте, доделайте обязательно. Вот этот сектор обязательно, обязательно доделайте. Делайте такой, чтобы он у вас был мягкий, чтобы он был красивый, чтобы он был вкусный, этот сектор. Следующий сектор, спускаемся вниз Это дети, это творчество Это белый цвет, это зарождение жизни И это не обязательно может быть, кстати, белый Это может быть золотое и серебряное Я взяла белый Здесь могут быть дети, здесь может быть творчество То есть здесь можете наклеить своих детей Счастливых каких-то, да? Можете наклеить, если вы хотите детей То есть надо, чтобы родились детки Их нет Очень много случаев И плюс еще возьмем чай, красную щетку, боровую матку И плюс составим этот коллаж Точно будут детки Мы берем, клеим кроватку Мы клеим пинетки Мы клеим какие-то, может быть, если девочку хотите Мы клеим бантики Вот Если вы не хотите детей И у вас нет еще детей И вы не планируете Представим, что это вообще молодая девушка Которая, например, нужна слава, карьера, богатство Ей не нужны еще дети Сюда можно наклеить свои увлечения Видим, что здесь дети и творчество То есть можно наклеить какие-то увлечения свои Можно наклеить ноутбук И то, чем она увлекается Но ни в коем случае Вот этот сектор тоже не должен быть пустой Пустот не должно быть Следующий сектор Это сектор путешествия Это цвет белый Это цвет золотой Цвет серебряный Я взяла серебряный Мне почему-то понравился серебряный Такой красивый И здесь еще в секторе путешествий Можно наклеивать помощников Вот Сюда можно наклеивать виды То есть вы хотите, допустим Поехать с компанией в Турцию Вы должны наклеить Найти в интернете Наклеить Турцию Картинку Турции Вы хотите полететь в Тунис Вы наклейте картинку Туниса Вы хотите полететь Поехать в Крым Клейте Крым То, что вам Хотите на лайнер поехать Клейте вот этот лайнер Дальше сюда что можно еще клеить Сюда можно клеить самолеты Сюда можно клеить билеты Сюда подойдут чемоданы Машины Можно глобус Есть в интернете вообще Различные очень картинки Глаза разбегаются Бывает даже, что И самолеты, и билеты И чемоданы Все в одной То есть вы постараетесь выбрать Может быть одну какую-то основную Еще несколько Можно отдельно билеты Можно отдельно глобус То есть не должно быть Одно и двух фотографий То есть это должно быть все красиво Должно быть красочно Вот Сюда же можно Если собираетесь путешествовать С семьей Сюда можно семью То есть семья И допустим куда полетели Да Либо поехали Место Вид какой-то Команда Куда хотите с командой Пожалуйста Сюда же можно Я вам говорила Что сюда можно Клеим путешествия Клеим помощников Кто могут быть вам помощники Да Могут быть помощники Этой иконки Да Какая-то иконка Допустим Иконка Например Ну Николай Чудотворец Он помогает В путешествиях Каких-то Да Это иконка Которая будет Олицетворять терпение Вот Также сюда Можно Что неудивительно Но сюда можно Наклеивать спонсоров Можно наклеить Алену Васильеву Можно наклеить Игоря Сламарой Вот И рядышком Вы должны написать Вот на этих Маленьких наклеечках Да Что будут олицетворять То есть иконка Допустим Николай Чудотворец Дает на терпение Да Спонсоры Допустим Помогают Мне продвижение Моего бизнеса Да То есть сюда Не забывайте Что еще клеим И наших помощников Вот Сюда можно клеить Друзей Сюда можно Клеить родителей Сюда можно Какие-то талисманчики Приклеить Это тоже ваши Помощники Которые будут Помогать Не только в путешествиях Это помощники Не только к путешествиям Относятся Следующий Следующий цвет У нас Черный Синий Голубой Это карьера Видите Выбран голубой У меня тоже голубой выбран Либо синий Голубой можно Потому что Что-то как-то Черный Не очень хочется клеить Правильно Вот Что может быть Здесь В карьере Для нас с вами Да Это может быть Рукопожатие Это могут быть Совещания Это может быть Кругой стол Допустим Люди сидят Да Это могут быть встречи Здесь может быть Тоже лестница успеха Как и в славе Здесь могут быть Офисы Нужно даже Вырезать наши офисы Тианде из интернета Найти Наклеить Допустим Кто-то хочет Чтобы у него Открывались офисы Пожалуйста Клейте сюда В карьеру Офисы Вот У кого офиса Особенно У кого его нет Сюда можно клеить Тоже и деньги И ноутбуки И книги Например Кресло руководителя Сюда можно Да Кто-то может Хочет занять Какое-то Очень важное место Это уже Да Как бы Если от нас С вами отходить Да Вот То есть Это можно Думу приклеить Можно администрацию То есть Каждый Волен Выбирать себе Сам Куда он хочет Подниматься По карьерной Лестнице Да Вот И обязательно Ежемесячный доход Я вам говорила Да Что нам надо Прописать Ежемесячный доход И можно В этом месте Написать Что работа Приносит мне Допустим Удачу Работа Приносит мне Удовольство У меня все Получается Да И мой бизнес Растет Да Что-то вот такое Вот в этом роде Следующий Сектор Это сектор Мудрости Знания Это цвет бежевого Свет оттенки Коричневого Когда я Стала приклеивать Этот сектор Мне дочка Сказала Мама Что такое Какой-то Мрачный У тебя Этот сектор Цвет Вот Я говорю Это вообще Вы не пугайтесь Этого цвета Цвет коричневый Бежевый Да Я приклеивала Коричневый Это вообще Цвет плодородия Да Цвет земли Поэтому Мудрости Знания Вот Ну в принципе Если кто не очень Любит бежевый Коричневый В принципе Можно и голубой Вот Здесь тоже Очень многие Думают Что же сюда Можно приклеить Мудрости Знания Да Сюда вообще Лучше всего Наклеить То Чем Вы хотите Научиться Да То есть Что это может быть Может быть Вы хотите Научиться Правильному Этикету Может Вы хотите Научиться Визажу Как делать Визаж Может быть Декорировать Вы хотите Да Научиться Может Рукоделие Может Вы хотите Плести Из бисера Ну Что еще Может быть Может Какие-нибудь Курсы Хотите Закончить Тоже Сюда же Может быть Машины Научиться Водить Тоже Сюда Вот Может быть Какие-то Личностные Тренинги Тоже Сюда Все Выбирать Так Здорово И так Просто Выбирать Фотографии В интернете Сейчас Море Фотографий И Не надо Выбирать Из журналов Из журналов Надо выбрать То, что Самое-самое Нужное Вам И не тяните Вот Ну Может быть Это Подойдет Ну Может Это Подойдет Вы делаете Для себя Вы помните Что Вы делаете Для себя И Выбирайте В интернете То Что Вам Хочется Не то Чего Вы Нашли А то а то, что вы сами выбрали. То есть вы выбираете для себя, вы подбираете, это делается не за день, не за два, чтобы быстренько рассели, выбрали все. То есть вы должны это тоже, это искусство, вы должны к этому подойти с искусством. Следующий сектор, это сектор семья. И сектор, здесь не дописано немножечко, сектор здоровья. Хочу вам сказать, что семью немножко левее наклеиваем, и сектор здоровья, это ближе к вашему фото. Помните, я говорила, то, что вам хочется, чтобы быстрее сбылось, то, что ближе к вам, ближе к фотоклеим. Здесь, значит, что мы с вами можем клеить. Здесь можно приклеить фото семьи тоже, где вы, например, счастливы, где вы, может быть, где-то путеше... Ой, простите, забыла про путешествие сказать, обещала вернуть, чтобы потом не забыть. Если кто-то знает, всех про путешествия возвращаемся, если кто-то знает, что в этом году у него нет, он не сможет путешествовать, он не сможет, допустим, куда-то поехать, у него нет... Ну, не будет, например, возможности, либо не будет времени выехать, да, куда-то. Путешествия это могут быть в соседний город, это путешествие может быть в выходные с семьей на природу, это может просто поездка на велосипеде на какой-то красивый-красивый берег реки. То есть все, что вот вашей душе угодно, вы все наклеите вот в этот сектор путешествий. Я все что-то про дальние путешествия поговорила, забыла поговорить про вот именно те, которые могут быть в этом секторе рядом, у кого нет возможности куда-то далеко, или финансово, либо, может быть, вы знаете, что не успеваете по времени. Итак, возвращаемся к сектору семья здоровья. Значит, обязательно наклеиваем свою семью, где вы счастливы, да. Можете сюда наклеить... Вот некоторые... Ну, вы себе наклеили все. Что здесь надо наклеить? Здесь надо обязательно наклеить большой стол, где много-много стульев, да, чтобы семья ваша сидела, чтобы собиралась вот именно за этим столом, чтобы вы видели этот стол с большим количеством стульев. Вот. Можно сюда наклеить машину, которую вы хотите, можно наклеить дом, который хотите. Сюда можно наклеить самолет. То есть, самолет – это не к тому, что вы его хотите, да, а к тому, что... Не к тому, что сектор путешествий, а просто, что вы сможете с семьей где-то быть вместе, допустим, да. То есть, вы туда посылаете ту энергию, которую вы хотите. В секторе здоровья, немножечко правее, да, ближе к себе, мы можем наклеить что? Мы можем наклеить, например, пирамиду питания. То есть, если вы хотите научиться правильно питаться, да, тем более у нас сейчас компания и наши любимые спонсоры, особенно благодарность Олене Васильевой за то, что она делится, и Ломаре Павле тоже, что они делятся с нами вот такими вот видеорепортажами, которые очень много дают нам. Вот, то есть, здесь может быть пирамида питания, здесь может быть какая-то здоровая пища, овощи, фрукт, наклеечка какая-то. Кстати, вот эти очень много фотографий, вот этих маленьких, именно по здоровому питанию, я взяла из нашей книжки, кстати, где 5 секторов. Так, здесь могут быть спортивные тренировки. Тоже, кстати, есть там такая картиночка маленькая, очень аккуратненько. Здесь может быть будильник. Если вы встаете поздно, допустим, да, кто-то встает в полдевятого, кто-то в девять, кто-то, может быть, полдесятого встает. Если вы хотите научиться рано вставать, сюда можно клеить будильник с тем временем, которое вам надо. Хотите научиться в 7 часов, в 6 часов вставать, найдите будильник, наклейте сюда этот будильник. Так, сюда можно наклеить красивую фигуру. Имейте в виду, фигура должна быть, очень рекомендую, если кто-то хочет постройнеть, наклеить фигурку девушки. Знаете, бывает такая вот, она как сантиметровая ленточка себя измеряет, но лица на ней нет, да, то есть вы хотите не ей хорошую фигуру, а себе, поэтому лицо здесь наклеивать не надо, и нет совершенно надобности приклеивать туда свою голову, вы приклеиваете, это ваш калаш, все фотографии относятся к вам, совершенно нет надобности отрезать голову и приклеивать на ее фигуру, самое главное ее без головы, ну, есть такие фотографии, посмотрите в интернете, то есть вы ей эту голову тоже не отрезаете, вот, то есть это может быть спа-процедура какая-то, может быть массаж, прям, знаете, вот так вот, нарисованы руки, нарисована спина и рядышком камушки спа лежат, да, то есть это все для здоровья, вот, и, значит, последний сектор, вне, самый первый, да, как бы считается, это наш с вами сектор, с которого мы начинали, это центр Я, это желтый центр, да, вот, здесь вы должны быть обязательно, я уже сказала вам, с улыбкой, и если хочу вас, то вас предостеречь тоже, если кто носит очки, снимайте, очки снимайте, фотографируйтесь, если у меня есть фотографии, которые вам очень-очень нравятся, значит, попросите подружку, попросите кого-нибудь, там, мужа или детей, вас сфотографируйте, успеетесь, но вы обязательно должны быть без очков, пусть это будет не в полный рост, самое главное, чтобы вы были счастливы, вот, обязательно глянцевая должна быть, да, еще рекомендую вам, если вы хотите, чтобы весь ваш год был на позитиве, весь на какой-то, знаете, такой на позитивной волне, как, в принципе, он у нас всегда и бывает, очень рекомендую выбрать самые-самые красивые цветы и несколько картиночек сделать, вырезать несколько картиночек цветов, пирожных, чтобы жизнь была цветная, чтобы жизнь была сладкая, и в каждый, буквально в каждый сектор, да, вам нужно вот это, по этой маленькой картиночке, ну, можно там вот, например, пусть в карьеру не положить, да, но в остальные, во все, в принципе, да, и в карьеру можно, вот, во все положить сектора, да, вы приклеите вот такую вот картиночку с цветами, вот, и здесь тоже можно написать, например, да, где-то внизу подписать, я успешно, я излучаю энергию, вот, вот, и хочется сказать, что где-нибудь вы должны на каком-нибудь фоне, да, чтобы было видно, ну, можно красным карандашиком, можно просто обычной ручкой написать «Мой 2018 год», да, чтобы Вселенная знала, что это ваш 2018 год, и я желаю вам, чтобы каждый год у вас сбывалось хотя бы 90% из этого коллажа, зная все ошибки, зная все правила, да, построения этого коллажа, я думаю, что мы с вами все вместе добьемся успехов, я очень желаю, что я вам была полезна, желаю всем огромных-огромных успехов, всех люблю, всех целую, всем всего доброго, пока-пока!